Всем привет! Меня зовут Владимир Владимирович, он же Комига, и сейчас я расскажу о такой штуке, как TurboWarp. TurboWarp — это форк скретча, то есть это вариант скретча, разработанный другими людьми, нежели оригинальными создателями, для того, чтобы добавить в него новые функции. И если посмотреть на первый взгляд, TurboWarp похож на скретч, только немного перекрашенный. В нем точно такие же категории, те же самые кнопки, но четкий глаз может заметить, что появляются также какие-то новые элементы, там и сям, и вместо котика у нас какая-то японская вкусняха. TurboWarp предназначен для улучшения работы со скретчем, и проявляется оно во многих вещах. Я покажу кучу всяких разных фич, которые есть в TurboWarp, но отсутствуют скретча. Например, мы можем, строя какой-нибудь алгоритм, сложить его в так называемый рюкзак, чтобы потом использовать. Мы потом, создавая любой спрайт, можем добавить этот же самый блок, набор блоков сразу же. Это полезно, если у вас часто повторяется логика. Вы можете создавать всякие разные перемены, а потом искать их с помощью поиска. И оно будет подсвечить вам, где какие перемены используются, где какие события. Также здесь есть много всяких полезных менюшек, вроде вместо задать, поставить установить, изменить точнее, вместо больше сделать знак меньше или равно. И куча-куча мелких плюшек. Но помимо мелких плюшек, здесь еще есть огромные бусты, огромные фичи, которые серьезно выводят TurboWarp вперед по сравнению со скретчем. И большая часть таких мега крутых настройок находится в разделе дополнительно. Здесь находятся расширенные настройки проекта скретч. Эти настройки не совместимы с обычным скретчем, но тем не менее проект, если что, в TurboWarp сделанный, вы сможете потом открыть и посмотреть, что же там творилось. Но зато настройки, указанные тут, будут работать для самого TurboWarp. Например, вы можете вкачать 60 FPS. Это полезно, если вы хотите сделать гладкую графику. Если у вас уже существует какой-то проект, вы можете вместо этого включить интерполяцию. Интерполяция тоже делает 60 FPS, делает очень гладкую графику, но при этом никак не мешается в ваших таймерах, не меняет частоту кадров в циклах, повторять всегда и так далее. Вы можете сделать графику рисовательных проектов в более крутом качестве. Если вы используете модуль перо, вы можете сделать так, чтобы на полный экран не было крупных пикселей, а все было гладенько. А также можете отключить ограничение на 300 клонов. Хотя, конечно, это и опасная функция, так что, наверное, стоит ее включать, когда вы абсолютно уверены, что вам нужно больше 300 клонов. Иначе вы просто убедете компьютера обилием одинаковых объектов. Можно также отключить вот это вот ограничение, что спрайты не могут вылезть за край сцены. Вы можете располагать объекты вне сцены и, например, так делать более крупные карты. И, на мой взгляд, самая крутая фича – это возможность изменить размер сцены. Например, давайте тут напишем 640 на 360. Да, сойдет. И нажмем «Сохранить настройки проекта». После этого у нас сцена станет широкоформатной. Мы можем так делать проекты под наши нормальные человеческие мониторы. Разве это не круто? Более того, через ту же самую настройку можно сделать интерфейс уже под телефон. То есть можно сделать вот такой вот аппаратный вид, и оно подходит для разработки уже мобильных приложений. И сцена, ее размер меняется не просто так. Мы действительно можем экспортировать наши проекты через TurboWarp не только для сайта скретча. Мы можем… Нет, не здесь. И не здесь. В менюхе «Файл» нажать «Упаковать проект». И TurboWarp позволяет вам упаковать свой проект для вообще ПК. Да, вы можете упаковать его в экзешник, чтобы оно выгодило как настоящее приложение, которое не требует установки скретча. И также вы можете выбрать экспорт в HTML. Здесь есть вот обычный HTML. Этот HTML вы открываете как веб-страничку, и оно работает. Просто тоже без установки скретча работает везде. Этот HTML точно так же можно загрузить на какой-нибудь сайт. И, скажем, открыть через тот же самый телефон. Также у вас есть куча всяких вариантов, как экспортируют свои приложения на ПК. Сейчас я открою пример, что мы делали с другими ребятами из Милькова. Мы с помощью скретча и TurboWarp в итоге сделали игру для мобильных телефонов. С Флопой. Она же Шлёпа. Вот, обычный сайт. Флопоран. И здесь потихоньку грузится настоящий проект на скретча. Долго-долго грузится. Очень долго грузится. Долго грузится каждое изображение, которое есть в проекте. Помимо этого мы ещё что можем сделать? Мы можем поменять цвет переменных с помощью этого упаковщика. Можно указать значок страницы, значок на загрузку. На вот этот экран, где была чёрная полосочка. И в итоге у нас может получиться уже гораздо более серьёзное приложение, нежели чем если бы мы делали на скретче. И я не уверен, есть ли тут музыка. Скорее всего есть. Вот наш проект на скретче, который работает отдельно в браузере. И эту же ссылку можно открыть на телефоне. Мы тоже тестили с телефона и всё прекрасно работало. То есть мы по факту с помощью Turbo Warp разработали игру уже для телефона. Получается, что Turbo Warp это вот эволюция скретча. Если вы не особо хотите изучать другие движки, но вам всё равно не хватает уже скретча, Turbo Warp вам позволит делать проект более эффективно, более быстро и для более широкого спектра устройств. Гораздо круче, когда наш проект не какой-то квадратный, а вот именно под современные Моники рассчитан. Плюс ещё всякие мелкие функции вот эти вот. То, что можно взять и поменять. X на Y, больше на меньше. Они вам сохранят много нервов при разработке игры не только. Также тут есть аддоны. Аддоны это всё то, что добавляет новые фичи в интерфейсы. Когда вы скачаете Turbo Warp, у вас куча всего уже будет включена. Но некоторые фичи я себе всё равно добавил. Например, чтобы показывался, где находится курсор. Также, если у меня используются клоны, у меня идёт счётчик. Сколько клонов это полезно для оптимизации, да? И что по мелочи. Вот. Если Turbo Warp вам интересен, скачивайте и пользуйтесь. Я отставлю ссылку в описании видео для этого. Turbo Warp открывает любые проекты на Scratch. И если Scratch откроет проекты, сделанные на Turbo Warp, тоже особо ничего плохого не случится. Проект не увидит... Ну, Scratch не увидит вот эти кастомные настройки вроде интерполяции, вроде разного размера сцены. Но всё равно ничего не удалит, ничего не сотрётся. Настройки, кстати, нужно сохранять каждый раз вот этой кнопкой после изменения чего-либо. И сохраняются они внутри сцены вот таким вот блоком. Здесь написано по-английски. Можно возюкать, но не редактируйте и не удаляйте. Это вот именно все настройки, которые мы и указывали. Только они сделаны так, чтобы Turbo Warp сам смог это всё прочитать. Поэтому вот, после сохранения вот эту бумажурьку в сцене не отрогай. Ах да, ещё здесь есть чёрная тема. И это, наверное, самая крутая фича. В целом у меня по этому видосу всё. Это короткий видос с обзором Proge. Proge хорошая. Я рекомендую всем тем, вот кто находится в таком переходном состоянии между Scratch'ем и более продвинутыми движками. А если вам нужен супер-крутой движок, продвинутый, то смотрите видос про мой движок KTGS. Ссылка тоже где-то там будет. Наверное, в подсказки добавлю. В целом у меня всё. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. У меня есть ещё туториалы по Scratch'у. Здесь должен быть плейлист. И вот, при необходимости, задавайте вопросы в комментариях. Всё. Всем до свидания. Всем пока.